всем привет в эфире свежий выпуск заметок о черкесии и сегодня такой простой выпуск вопросы-ответы и свежие новости которыми я хотел поделиться даже больше свежие новости ну немножко реклама в начале без этого у нас никак как вы знаете я открыл недавно магазин на черкесии интернет магазин заменчу потому что живой точки пока нет и в этом магазине сейчас стартовала акция розыгрыш можно выиграть сувенирный пхачич из самшита интересный поэтому я предлагаю вам поучаствовать условия совершенно несложные можно о них почитать перейдя по ссылочкам в описании к данному видео в инстаграме магазина это на черкесии и также перед тем как рассказать еще новостях я хотел бы выразить огромную благодарность всем тем кто помогает каналу материально всем спонсорам которые внесли какие-то свои вклады взнос в развитие канала эти деньги никуда не пропали они используются по прямому назначению мы переоснащаем оборудование закупаем новое программное обеспечение эти деньги позволяют нам путешествовать больше увидеть больше узнавать больше получать информации и делиться ею с вами поэтому всем огромное спасибо знаете что мы видим вашу помощь и крайне признательно всегда этой помощи ну а если вы хотите сделать взнос то под каждым из роликов в описании все реквизиты даны и в начале роликов часто они появляются так что собственно к новостям и так и свежих новостей и свежих находок недавно я проверил теорию работы таких исторических поисках в соцсетях вы знаете это помогает на самом деле был опубликован пост фейсбуке значит после следующего содержания я думаю ну частично вы можете тоже него включится хотя поиски почти завершены значит во первых мы искали могилы гиреев во улице люстин хаббль что сразу вот напротив краснодара напротив точнее станицы пашковской включая краснодар значит известно что там похоронен жил когда-то похоронен хан гирей султан хан гирей писатель и историк ему там памятник поставили на круга не причем сначала предполагали что в этом на этом точнее что предполагали что в этом кургане похоронен сам султан хан гирей но оказалось он в каком-то семейном склепе был отдельно похоронен а это его отец там маман гирей который собственно получил свое владение когда-то как оказалось аул будущий люстин хаббль бывший дворянский еще назывался так вот была такая информация у лаврова что когда-то он там в двадцатых годах видел могилы могильные камни самих гиреев их рода крымских ханов потомков и с рабскими надписями на них они стояли на старом кладбище удалось узнать что старое кладбище находилось на территории которая сейчас утоплена водохранилищем краснодарским и вроде бы как кто-то когда-то видел эти могильные камни на выставке в каком-то московском музее в 70-х годах еще в общем сейчас вопрос стоит ли что установить в каком из музеев находится вот эти памятники и как бы их как-то сфотографировать и писать и рассказать вам второй пункт это были поиски могилы хапача хапача там не лакшука который горячий ключ и хатукаевского князя который был похоронен в ауле находившимся на территории современной столицы северской большом кургане он был очень известен тем что он когда-то вот до бзиукской битвы когда шапсуки с бжедуками там разбирались он занял нейтралитет появилась по отношению каждой сторон вот и был такой один из последних крупнейших князей хатукаевских и его значит удалось установить что этот курган находится под домом культуры современным прямо на везде в северскую в общем мы попытаемся посмотреть съездить на него с ним связана определенная легенда что к нему молодых людей водили легенды учились уважать прошлое историю рода там такая длинная но я в общем описывал фейсбот вроде бы как бы установили причем благодаря просто одной местной книжке местного краеведа и третий пункт это еще предстоит выяснить выяснить в районе станицы Мартанской якобы лежит точнее похоронен в кургане темиргоевский или чемгуйский князь тумкар кажется звали ну это тот самый князь который воевал с бждуками за долину пси купцы знаменитые легенды бждугов как они переселяют купцы ну вроде как есть какой-то большой холм про евро не к югу вот станицы Мартанской надо посмотреть больше информации не нашлось тоже жил не в общем такие вот интересные поиски прошли в последние два дня и вот увенчались таким успехом будем собирать и дальше информацию и самое главное о чем я сейчас хотел в этом выпуске сказать наконец-то появилось видео с конференции научной ученый против мифов 5 где выступал наш коллега ученый краевед историк и археолог из сочи андрей кизилов значит тема его выступления была посвящена полностью дольменностроению как они строились дольмены какими принципами все этапы стройки этой и в том числе некоторые ответы на вопросы по поводу назначения дольмены причем в этом видео имеется также отдельная как бы пункт отдельный пункт когда кизилов показывал эксперимент из первая часть это лекция с презентация а вторая часть это как раз эксперимент по выпиливанию полигональной кладки гипсовом блоке в общем всем скептикам и кто хотел найти ответы на вопросы что же такое дольмены и как их строили вам сюда там все идеально шикарно и красиво расписано вот рекомендую посмотреть это полной версии видео здесь я оставляю нарезки полную версию ссылку на нее вы увидите в описании к этому ролику внизу переходите смотрите и приобщайтесь к науке на этом все делитесь с друзьями комментируйте ставьте лайки всем пока поэтому вот первый вопрос который возник миф а где же брали песчаные блоки многочисленные анастасиевцы и прочие сектанты которые в большом количестве вьются вокруг дольменов на кавказе мы говорим только про дольмены кавказа специально любимая тема что поблизости нету камней где они взялись как блиты они что их привезли поездом ну то есть она от большой ленивости тех кто придумывает не лень придумать только сказки на самом деле если внимательно изучить ближайшие территории то недалеко от места где расположены дольмены всегда находятся нормальные довольно таки источники для строительного материала это вот например салоницкий хребет из которого из материала салоницкого хребта из этих вот плит блоков построена полгорода сочи бордюры или поребрики как угодно облицовка курортного проспекта и так далее но есть места где камней поменьше у нас в сочи если они в таком состоянии как видно здесь зачастую в самих вот местах где они находятся они находятся уже в хорошем состоянии видите дорабатывай и используй но есть у нас мистическое место геленджик до гора нексис на которой принципе тоже мощное паломничество и все утверждают камней нету на горе нексис но буквально на одном из склон горы если зайти чуть за нее обнаруживается большой карьер и мифологи сразу говорит карьер то состоит из мергеля из него строить нельзя нужен песчаник вопрос а вы с другой стороны горы не заглядывали нет с другой стороны песчаника предостаточно мы лично рассматривали все эти материалы есть то есть легенды и сказки мифы что этого материала нет это просто ерунда мы решили провести эксперимент по перемещению подъему плиты для начала взяли трехтонную плиту которая на самом деле и являлась плитой отдальмена это дольмен на реке чухухт это каткова щель 8 энтузиастов 4 4 4 метровых условно говоря блока и там будет потом видео камень поддался и пошел абсолютно легко что интересно мифологи сразу обрадовались крит вы же не смогли его высоко поднять вот подняли только на 25 сантиметров а зачем выше этого достаточно чтобы подвести под него волки и так далее стали мы заниматься вопросами подготовки перемещения уже бревна заготовили и при осмотре просторов интернета вот мне интересно почему мифология туда не заходит на эти сайты кроме одноклассники ru и вконтакте есть еще много интересных страниц мы обнаружили на этнографических сайтах зарубежных факт того что дольмены не просто строили а строить до сих пор это конкретно остров сумба индонезия на этом большом острове до сих пор сохранился и существует течение столетий культ строительства дольменов не таких как на кавказе немножко другой формы но размеры плит абсолютно соизмеримы и вот фотографии которые есть начала двадцатого века показывают каким образом собравшиеся жители острова обвязывают этот блок вытесанный выстилают подъем на гору что является очень важным моментом потому что египтологам проще у них хотя бы ровно а у нас на кавказе это как они могли на гору вот так вот как вот эти ребята так и могли то есть на самом деле плиту большое количество людей перемещает подкладывает также как и мы те же бревна постепенно подымая его этот блок обвязывают ну все кто хоть раз видели покупку промышленного оборудования в кафе например большой холодильник вот за него взяться нельзя у него делают оплетку специально из брусьев чтобы было за что взять это придумали не сейчас это придумали еще тогда и вот этот оплетка которая делается из бревен и веревок позволяет людям спокойно выбрать перемещать но что самое интересное это было в начале двадцатого века подчутки руководством вождя перемещалась причем тот кто руководит он стоит на этом камне командует ему так удобней тащат вместе с ним а таскают до сих пор вот свежие фотографии извините качество не очень хорошая но дело заключается в том что сейчас появились экскаваторы там бульдозеры самосвалы все что угодно эвакуаторов вообще в городе много за пять тысяч сколько сейчас там эвакуация свободно блок перетащат но дело все в том что этнографы описывают что перемещение плиты и покровной является ритуалом данью когда эти 200 300 человек приглашенных отдают свое уважение этому человеку для которого строится дольмен и в конце пути у них не просто кофе брейк у них в конце пути накрытое пиршество и даже и перечень конкретно есть этнографические писания сколько чего и сколько они там съели поросят риса и так далее ну что ж вот этот вопрос даже датируется на некоторых плитах дольменов видите 1992 год то есть все как бы есть но в мифологам это не интересно и как изготавливали барельефные знаки ну это вообще песня вот как же они отливали пузыри видите там видно вот широкая щель дольмен хорошо пузыри кстати это нет воздуха пузыри от глины мы осматривали месторождение этих камней вы видите как будто вот закипало что-то это остатки глобулярных краплений более мягких пород то есть это глина если такая скала раскалывается раскалывается недавно то эти шарики торчат оттуда из породы их можно просто подойти и палочкой выкрыть это глина сирической формы после того как я здесь вымыло естественно все порешили что когда-то все кипело шарики прям образовались и так барельефные фрагменты на дольменах кавказа встречаются не так часто но тем не менее есть в основу это южный склон много в сочи это календарные мотивы солярные знаки мы провели эксперимент уже имея опыт в обработке взяв буквально вот от дольмена соседний блок скала использовали бронзовый топор и кремень и все в принципе смысл простой дворники я человек южный обращал внимание на севере когда лед колет налить надо сбоку вот отколоть что-то и тогда на легкими кусочками очень хорошо идет ну когда уже край сбит то же самое с песчаником если делается прорезь в нем то вот теряется стык блока при ударе отлетает кромка сейчас вы все это увидите то есть мы начали делать солярные знаки на песчанике прорезая их и выбивая ненужное но плиты дольменов на которых есть как правило эти все знаки они сами по себе изначально имели небольшую дугу и чтобы вывести этот знак в объем совсем не нужно было сбивать все по всему кругу у нас просто менялся как бы условный радиус вот этой вот дуги которая образует портальную плиту вот смотрите вот первая фаза вначале мы делаем прорези кремнем работали очень хороший материал кремень диабаз тоже ничего но кремень лучше потом идет выбивание выбивать можно чем угодно теми же каменными молотами можно теслом в зависимости как на душу легло то есть вот эти сферические солярные шишки календарные мотивы сейчас будет видео вы поймете выборка вот этой вот большой лунки она приблизительно составляет пол литра но я выбрал эти пол литра минут за 15 соответственно старая тема 15 минут а за час сколько за час два литра а за два часа за два часа столько не выпью это больше подходит мифологии вот далее а тем более выборка портала это ложный портал дольмен монолит там не просто орнамент там выбиралось видите какой объем для того чтобы подчеркнуть ложную втулку ложную пробку или допустим вождю не понравилась крыша он сказал ребята снимите 10 сантиметров по фасочке немножечко это тоже очень редкий дольмен и они подгоняли пропорции кремень в начале повторяется насечкой потом все глубже глубже избивается непосредственно вот этот вот материал который нужно убрать но здесь я пользовался вообще медным топором кленовидным еще раз говорю вымыслы это вымыслы мы опираемся во всех исследованиях на фактические археологические факты то есть не потому что я придумал просверлить таким способом может быть нужно было взять перевоя сверло понимаете дело в том что период заката дольменной культуры когда видимо большое очень шло было нашествие пришельцев есть дольмены остались незаконченными то есть вот как начал мастер сверлить окно и дольмен уже стоит вроде понимаете но не досверлил он до конца вот там на двух вариантах это дали до реки михопс неожиданно дольмен уже стоял все окно не досверлили что-то произошло видимо какие-то события но именно вот то что она не досверлила показывает нам этап каким образом это делалось чтобы прорезалась потом выбивалась интересные находки в районе салах аула наверно там птушники их не тренировались тут плитана которые вот такие вот кому-то троечку поставили кому зачет кому не зачет ну судя по всему это было не сразу же доверять такое сооружение как они делали пробки последние мистико вот токарного станка не было на тот самый забавный вопрос на случай открылся историко-этнографический сквер этом построил дольмен и заодно делали памятники такие скульптуры вот очевидно как то так приехала три скульптора профессиональных и сделали три скульптуры из того же самого песчаника за 10 дней если вы можете обратить внимание ручным инструментом поэтому же делать пробку я думаю да по просьбе этого вождя не хотелось бы испортить кончик просто надо испортиться ничего страшного времени мало ну вот то чего я опасался немножко лопнул сам блок в опруте с мегалитами мне все время вспоминается фильм чапаев когда петька спрашивает василия ивановича василия иванович а ты сможешь всем фронтом командовать ну смогу петька а говорит всеми силами нашей республики сможешь смогу василия иванович а вот петька а в планетарном масштабе нет не смогу петь языков я не знаю так вот и здесь опять блоков можете да а 10 а пирамиду перестарался нужно было линию поровнее сделать нелегкая работа да это как том сувер красил забор да конфеты яблоки прихватили самый последний момент уже рука бойцов немножко колоть устала ничего страшного сейчас да треснул что поделаешь я же выдержу аккуратненько стараюсь кстати они на самом деле на заводском варианте изготовляются почему-то с такими странными элементами с завидом и трещинами как раз обсуждали это нет скорее всего такого не происходило во первых там не так спешили там он до конца дня долбался не долбал я думаю что вот вождь неплохо оплачивал труды дольмена строителей спрашивают а зачем они так старались сделали эти дольмены так качественно ребята пойди сейчас на современное кладбище и посмотрите там где похоронены не только особенно представители группировок каждая группировка показывает не так как они вы любили а какие они до сих пор сильные чтобы построили такую вещь так вот здесь то же самое клан вождя мощный мы вождя ценим король умер да здравствует король это скорее всего было олицетворение мощи его потомков чем самого его и в и Продолжение следует...